Всем привет, с вами Михалыч. Хочу сделать небольшую заметочку по поводу того как я гипсокартоню мансарду. Вот обратите внимание, то есть я ложу непосредственно по вот всем этим откосином без обрешетки. Положил, утеплил всю эту территорию. Вот видите, да, здесь точно так же как и на той стороне, но только поверх уже этого утеплителя я здесь поставил пленку. Вот видите, да, пришпинделюрил. Пришпинделюрил. Здесь возникает вариант вот этих вот углов. Как сделать расход, разводку. То есть прибил вот эту вот доску, прикрутил и внизу тоже самое. Видно, да? Вот уже к торцу поставил уголки. Такие уголки я сделал из обычного профиля, п-образного. Вот я его распилил на две части обычным лобником и в торец вот этой вот доски прикрутил. К нему сейчас я кручу вот этот вот гипсокартон. А с этой стороны, то есть на эту стену, у меня будет уже упираться вот в эту часть. Ясно, да? Для чего я это все сделал. В противном случае тут надо было огородить, хрен знает еще какой-то дополнительный огород. Конечно, можно было бы обойтись без огорода. Если сделать обрешетку здесь, обрешетку здесь. Все. Ну, сами понимаете, это дополнительный материал. Ненужный дополнительный материал, который стоит немалых денег. Вот. Сейчас все у нас в копеечку вылетает. Вот смотрите, что я сделал. То есть у меня здесь вот перегиб, да? Вот идет, да? Здесь вот это вот расстояние я отмерил. Взял на полу, прямо по гипсокартону. С той стороны, с обратной стороны. Сделал прорез. Прорезал картон. И поставил сюда и ее изогнул. То есть она у меня вот здесь уже, как говорится, скрепляющая часть. Ломал голову, как это все сделалось. Все очень просто оказалось. Очень ровненько все ложится. Видите, да? Вот. То есть, как бы, переход у меня тут конкретно обозначен. Вот. А дальше уже пойдет уже следующий лист гипсокартона. Вот. И все нормально. Вполне, как говорится, хорошо ложится. То есть расстояние у меня между этими частями где-то от 55 до 35 в некоторых местах. Это там, где у меня уже плотность там в районе туалета и прочее-прочее получается. Ну, можете вот посмотреть. Вот по этой стороне тут все открыто. Там где-то от 50, может быть, расстояние до 40-35 в некоторых местах. Где-то у меня вот коридорная часть получается. Дополнительные там у меня вот эти вот вставочки получились. Ну, это не столь важно. Прочее будет держаться. Так что, вот смотрите. На этой стене то же самое. Я буду ставить вертикальные вот эти вот еще пополам их разделю. И точно так же гипсокартон буду выкладывать. Ложится еще раз говорю. Очень хорошо. Вот смотрите. Издалека я вам даже так его покажу. Все очень ровненько. Все четко. К тому же это не 12-й гипсокартон, а 9-ка всего-навсего. Но больше я не считаю, что смысла даже нет толще ложить. Он отлично и так держится. Тем более, что он упирается с той стороны в очень плотный утеплитель. И будет стоять все хорошо. А поставить, пробить можно хоть 12-й, хоть какой толщины гипсокартон при желании. С дурью ума можно все что угодно сделать. Но это предназначено не для того, чтобы здесь штанги кидать там или боксом заниматься, скажем так, по стенам долбить. А для комфортной, нормальной жизни. Вот такие вот пироги, ребята. Так что, если есть вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Если понравилось, ставьте лайки. Всем всего доброго.